Есть разные группы. Игнат рассказал, где быстрее всего завершат обучение на F-16. На сегодня существует три группы пилотов обучающихся на F-16. Каждая из них имеет индивидуальную программу подготовки, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на представителя воздушных сил ФСУ Юрия Игната в эфире телемарафона, давайте разделим. Группа пилотов в Британии, это выпускники 2023 года. Там продлится подготовка к пересадке на F-16 до двух лет. Два года там будут учиться молодые пилоты, заявил Игнат. Что касается второй группы, то это пилоты, обучающиеся в США. Игнат сообщил, что по словам американцев, обучение будет до конца 2024 года, возможно, кого быстрее подготовят. Там индивидуальная программа подготовки, добавил он. Спикер также отметил, что последняя, третья группа учится в Дании. В Дании, передовая группа, которую мы отправили. Там обучение уже проходит и там уже пилоты проходят полеты с инструкторами и так далее, подчеркнул Игнат. Он отметил, что нужно смотреть разные группы, разный срок обучения в разных странах. Вот разные площадки, которые у нас есть. Плюс наземный персонал еще учится у других стран, кроме этих трех, которые я озвучил. Что касается Дании, то и пилоты и истребители придут оттуда быстрее всего. Когда это будет? Рассчитываем на весну, сказал он. Игнатий, F-16 для Украины. Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности, F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания. Недавно официально стало известно, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Британии и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании. 22 декабря премьер Нидерландов Марк Рютти рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине. Норвегия в свою очередь сообщила, что в Данию прибыли первые норвежские F-16, на которых будут учиться украинские пилоты. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.